Добрый день! В эфире национального телевидения Чуваши программа «Духовная жизнь». Меня зовут Галина Титарчук. Мы записывали наши вопросы для гостя, священника Максима Курленко, от сотрудников, работников и читателей Национальной библиотеки. Здравствуйте, отец Максим! Здравствуйте! Вопросы готовы, записаны? Отлично, давайте попробуем на них ответить. Итак, первый вопрос. Говорят, искать смысл в снах и читать сонники – это суеверие. Но также существует понятие, как пророческие сны. И вот у меня такой вот вопрос. Можно и нужно ли верить снам? Во-первых, я думаю, что человек не может сам определить, сон этот пророческий или непророческий, что это такое. Поэтому уже это говорит о том, что есть некоторая опасность в том, чтобы принять некую ложь за правду или свои какие-то мудрствования. Поэтому святые отцы, они призывают очень осторожно обращаться ко снам. Сон – явление, так сказать, всем известное, непонятное. У отцов мы можем прочитать, что сны делятся на несколько категорий. Есть сны, которые простые, естественные сны. И, допустим, они связаны с нашими переживаниями в течение дня, они связаны с нашими размышлениями, какими-то страхами, которыми обладает человек или радостями. Бывают даже состоянием здоровья. Если человек болеет, определенные сны снятся. Ну, то есть, если он во сне хочет пить, ему может присниться какой-то там ручеек, жорчащий, еще что-то, ну и так далее. То есть, связаны с нашим естеством. Ну, естественные сны. Потом у отцов делятся такие градации. Естественные сны, сны видений, сны откровения. А сны видений, они больше могут открываться и сниться людям, тем, кто стремится к духовной жизни. И, соответственно, здесь тоже сфера такая неизвученная, очень сложная. Но они касаются конкретной жизни человека. А если человек уже, так сказать, святой жизни, ему могут от Бога, так сказать, что-то действительно даваться, какие-то пророческие сны, откровения, которые связаны не только с его конкретной жизнью, жизнью народа, жизнью там будущего и так далее. Это вот сны от Бога. Помимо того, что сны могут быть просто, естественно, от Бога, там могут быть еще от сил темных. Поэтому здесь сфера очень такая зыбкая и непонятная вообще. Как в ней разобраться? Господь в Нагорной проповеди говорит о том, что нам непонятно, как в этом разбираться. Он говорит по плодам их, судите их. Очень хороший критерий для того, чтобы нам понять, что это такое. Вот мы проснулись утром, у нас есть какая-то тревога после приснившегося сна, есть какой-то страх, есть какое-то недоумение, есть смущение. Понятно, что это не от Бога сон. Понятно, что его нужно уметь отсекать, не тратить на него свои силы. Потому что бесам им только и нужно то, чтобы человек зацепился за это, за некую вот эту вот ментальную идею, которая есть. На самом деле ее нет, но человеку она была дана как некая данность. Он ее принял. И он начинает тратить свои силы души. Он начинает как бы истощать их, начинает об этом думать, переживать, принимать какие-то решения необдуманные. Поэтому нужно уметь это все отсекать. Если, так сказать, есть тревога, смятение, понятно, это не от Бога. То, что от Бога, это всегда человеку дает вдохновение, радость. Это всегда способствует тому, чтобы человек стал лучше. Понимаете, вот это простые такие способы для того, чтобы нам что-то определить. Потом, то, что от Бога, это никогда не должно входить в конфликт с нашей совестью. Потому что совесть всегда нас корректирует, некие такие границы дает. И вот в этих границах мы должны, так сказать, внимательно всматриваться. И уметь, значит, с людьми, так сказать, более духовно опытными, что ли, советоваться, если сон действительно нам показался каким-то глубоким, интересным, нам почему-то призывает там кто-то, понимаете. Может, ангел приснится и сказать, вот, Галина, вы избранные, значит, и всего несколько тысяч таких душ избранных, вы спасете человечество и так далее. Вот человек гордый, он зажгется этой идеей, ему она очень понравится, человек тщеславный, он все пропал, что называется. Если особенно он не имеет какой-то, так сказать, духовной подготовки к тому, что вот такая тактика может быть у бесов. Они очень хитро действуют на страсти человека, они видят это, чувствуют, какие есть, так сказать, недостатки. Поэтому нужно такое разумение, нужно не принимать вот такого рода сны и пытаться, так сказать, включать здравый рассудок. Обращаться к сонникам, вот, да, я вас перебью немножко. Да, обращаться к сонникам, это как раз и есть, что называется, грех. Потому что грех – это то, что отдаляет нас от Бога. Человек, когда гадает, это отдаляет его от Бога. Это еще вверх. А сонник – это тоже равноправно. Левит, 19 глава, нельзя гадать совершенно. Сонник – это те же гадания. Что делать, если приснился сон, зацепил, вот он ходит неделю, месяц, носит его в себе, в сонник заглядывать нельзя. Куда идти, с кем советоваться, где выяснить, почему? Два варианта. Значит, первое – это по плодам отсудить их, смотрит на свое состояние, что этот сон дает, к чему призывает, пытается включить разум рассудок, помимо чувств, которые будет. Второе – советуется с людьми более духовно, так сказать, опытными. Вполне, да, к священнику, посоветоваться с кем-то, понимаете, нужно. И уже дальше принимать какие-то решения. Но хотя о снах мы действительно читаем в Библии, много очень мест есть. И в Ветхом Завете, как патриарху, Иосиф разгадывал сны, мы знаем, Иакову сон приснился, лестница Иакова. В Новом Завете Иосиф уже, который обручник, ему был сон о том, чтобы он взял святое семейство и бежал от Ирода, что он хотел его убить, потом вернулся из Египта и так далее. Жене Пилата приснился сон, что он у него, ну и так далее. Ну, хорошо, понятно. Я думаю, что мы вполне ответили на этот вопрос. Он, конечно, очень непростой, и то, что молодые люди интересуются, на самом деле, вот этим тоже для нас было почему-то приятно, так и неожиданно. А следующий вопрос от более старшего поколения. Говорят, в церковь нельзя ходить, если лошадиное мясо употребляешь. Правда или нет? Я православный человек. Иногда могу употреблять лошадиное мясо тоже. Вот, вроде говорят, это семь лет, что ли, нельзя заходить в церковь, если употребляешь это мясо лошадиное. Нет, я ничего такого не читал, что там семь лет нельзя ходить в церковь, что там человек будет отлучен. С этим я не сталкивался. Я читал Новый Завет. В Новом Завете что сказано? Во-первых, видение апостола Петра в книге «Деяний». Там, соответственно, видение, где разные животные, чистые и нечистые, но по ветхозаветным правилам определенного рода животные считались нечистыми, а определенного рода чистыми. И вот там были все, чистые и нечистые животные, их голос, дескать, закали и ешь. Что Бог осветил, то не считай нечистым. Понимаете? И поэтому был Первый Собор в Иерусалиме, а одним из вопросов там решалось, как язычником быть, соблюдать мы сейф закон или нет. Вот это чистые и нечистые животные и так далее. Все это обрядовую сторону закона. И было решение апостола о том, что не нужно соблюдать обрядовое решение, лишь бы только воздерживались от блуда и мясо, которое естся с кровью. Вот от этого нужно воздерживаться. Поэтому не до сих пор такая традиция, что мясо должно быть без крови. А уже какое-то мясо, коровы ли или конина, в принципе, здесь ничего не говорится. И даже мы вспомним слова Христа. Он говорит о том, что не то, что входит в уста, оскверняет человека, а то, что выходит из уст. То есть злые мысли, слова и так далее. Это оскверняет человека. Исходя из всего этого, мы можем сделать вывод о том, что, конечно, конина не была чем-то таким запретным. Не была запретным. Мы можем его успокоить. Да, в каких-то культурах сложилась такая традиция. В Европе это связано с тем, что в Европе у немецких племен языческих там приносили в жертву лошадь, конину, Одину, этому языческому богу. И поэтому там римский папа, не помню, как его звали, Бонифац, он запретил. И сейчас такая традиция, она есть. Но именно связано со святоотеческими запрещениями, запрещениями церкви, вот в нашей традиции это никак не связано. Можно вкушать вполне. То есть он совершенно спокойно может... Да, никто от причастия его не отлучит. Хорошо. Спасибо. Тогда переходим к следующему вопросу. Что такое клятва и почему нельзя клясться? Вопрос тоже непростой, где вы собрали столько сложных вопросов. В национальной библиотеке, видимо, читатели очень интересующиеся, и сотрудники тоже... Значит, действительно, с одной стороны, мы читаем в Нагорной проповеди о том, что Господь говорит, не клянитесь ни небом, ни землею, вот, не иное какое клятвую, и так далее продолжает эту мысль. Но исторический экскурс в историю израильского народа нам свидетельствует о том, что иудеи, они, значит, в каких-то определенных случаях призывали Бога в свидетели. И чтобы там, так сказать, засвидетельствовать, клятвать что-то, они говорили, что вот будет Бог мне свидетелем, и так далее. Ну, разные формы клятвы они были, и так далее. А потом из благоговения к Богу они перестали писать слово «Бог», там пропуская букву «О», ну, негласных нет, значит, в языке там огласовка такая, значит, история с огласовками. И помимо вот этого благоговея отношения к самому имени Божию, они перестали и клясться Богом, и начали употреблять клятвы, которые там связаны с храмом, допустим, клянусь храмом, или золотом храма, или там клянусь, ну, как Господь говорит, Иерусалимом, еще там, значит, небом или землей, то есть какими-то вещами, которые, ну, в принципе, они, так сказать, они так и останутся этими вещами. Храм останется храмом, исполнил он клятву, не исполнил, понимаете. Вот, это совсем другой контекст. И потом эти клятвы, они стали употребляться, ну, в простых бытовых, так сказать, спорах, и так далее, не изводиться вот до какого-то примитивного уровня. Поэтому Господь и говорит о том, что вот нужно стремиться к совершенству, будет ваше слово «да», «да», «нет», «нет». Ну, это полнота совершенства, к которой мы призваны, но не все до него могут дотянуться, чтобы действительно настолько любить людей, верить и доверять, чтобы вот он сказал, он это слово исполнил. Это, конечно, высота, которую дает Господь, нравственная высота, которую дает Господь на горной проповеди. Но, тем не менее, вот клятва, призывание Бога в помощники, вот, она присутствует и все равно в традиции библейской. Она присутствовала и до Христа, а он сказал, что я пришел не нарушить закон, но исполнить, это еще в ветхозаветных книгах дана такая клятва. И во время Синедриона мы это читаем, когда «заклинаю тебя Богом, живем ты ли, Христос, сын благословен, да, вопрошает первосвященник, и Господь ему отвечает. Он же не сказал ему, зачем ты клянешься, ты делаешь не так, он ему отвечает на этот вопрос. Потом, если мы изучим, значит, послание апостола Павла, мы тоже можем несколько раз встретить там, что апостол Павел призывает Бога в свидетели, вот, в помощники. Таким образом, вот, как сказать, клятва в серьезных случаях, она допускается, а вот в каких-то бытовых и не связанных с тем, что мы призываем Творца в свидетели, она, конечно, потом мы ничего, в принципе-то человек, он сам ничего сделать не может, он может там сказать, что я клянусь, что я не буду так больше поступать, потом оказывается, что он снова так поступил, скажешь, ну, я уже собой не владею, понимаете, большинство людей так, то есть страсти они и владеют человеком, поэтому-то Господь и говорит, что вы же не можете прибавить себе росту хотя бы на локоть, то есть это от Бога зависит, не от вас. Зачем же вы пытаетесь брать на себя ермо, которое, ну, так сказать, не зависит действительно от вас, это человек сам себе лишним образом, особенно когда он это в бытовых вопросах употребляет, он сам себе вешает это ермо, это его же тяготит, в принципе. Ну, есть выражение, которое там, мамой клянусь. Да, это чушь, в принципе, я с этим не согласен, нельзя так что-то святое, но нельзя в бытовых каких-то вещах. А в каких можно тогда, когда можно? Ну, в каких можно, ну, и серьезный случай, я думаю, это воинская присяга там, или вот если мы возьмем клятву Гиппократа, к примеру, когда человек встает на путь своего служения людям, и он обещает перед обществом, обещает перед обществом, хорошо бы, если бы он обещал еще перед Богом, хорошо бы, чтобы эта клятва действительно о нас забывалась, а то говорят одни слова, а в итоге оказывается на поверке совсем другое, понимаете, если даже взять, разобрать эту клятву Гиппократа, там есть слова, не вручу никакой женщине абортивного писаря, то есть средства. И тем не менее, врачи, несмотря на то, что произносят эту клятву, как тавтология какая-то, они продолжают и лечить, и убивать людей. Если бы они исполняли то, что дают, какую клятву, у нас бы двух миллионов абортов не было в год, по официальной статистике, а уж тем более, не говоря уже о подпольных каких-то, которые тоже врачи делают. Отец Максим, следующий вопрос от молодого человека, он знаком с вашим творчеством, наверняка слышал композиции, которые вы написали, и вот у него вопрос. Отец Максим, удалось ли вам своим творчеством привлечь молодых прихожан? Такую статистику невозможно никак привести, никак и невозможно сделать какой-то определенный вывод. Какой? Единственное, я могу сделать вывод, это на моей страничке ВКонтакте, того количества друзей, которые добавляются, люди, которые мне пишут в личных сообщениях какие-то, отзывы определенные, что некие эффекты есть. Эффект больше положительный, как я считаю, чем отрицательный, но тем не менее, и даже несмотря на то, что этот шаг, немножко такой юродствующий, он был подобен сеятелю, который в притче евангельской сеет семя, и вот он, в принципе, посеял и пошел дальше. Я не могу сказать, у кого-то будет сформировано другое мнение о священнослужителях, у кого-то, может быть, действительно подвигнет желание что-то изучить о вере и поможет внутреннему настрою через композицию. У всех по-разному совершенно. Я не знаю, то есть я попробовал сделать этот шаг, а уже, мне кажется, Господь один знает, насколько это действительно может принести некоторую пользу. Но всколыхнуло все равно, вы чувствуете какую-то популярность? Слово популярность здесь не очень подходит. Я больше бы, конечно, хотел действительно какую-то принести пользу в плане том, что заинтересовать верой, заинтересовать через вот такие формы, так сказать, общепринятые. Поэтому резонанс есть, скажем, не популярность, а вот резонанс. Это такой резонанс есть, да. Ну, такая волна. Волна, да. Проект настоятелем будет? Понимаете, эта волна, она вот она, волна была дана, она прошла. Все время этим заниматься я не буду, потому что... А, я вот хотел как разточнить, будет ли продолжение? Я не знаю, может, я еще запишу несколько композиций, но это все равно разовое. То есть я бы хотел показать, что вот священник, он может так же думать, размышлять, как и молодые люди. Он, так сказать, не отделен какими-то гранями, заборами и так далее. Он не является тем мифом, которым представляют священников многие молодые люди, которые, так сказать, с большим пузом ездят на Мерседесе, ограбиваются их бабушек и вообще, так сказать, лицо совершенно бездуховное, вот нагло и хамское. Вот. Разные бывают. Я вот попытался, попробую, так сказать, быть рядом. Просто, просто быть рядом с молодыми людьми, хотя это очень непросто, потому что где молодежь, там всегда бушующие страсти, там всегда вот это вот, понимаете... Ну, вопросы, наверное, соответствующие там тоже. Да, вот даже я на страничках бываю тех людей, которые добавляются, вроде бы они хотят общения со священником, добавят друзья, но я захожу, у них очень, порой раз очень сложно увидеть вот какие-то некие глубины, да, размышления о духовном и желание этого, исходя из того внешнего облика, который можно сообразить по страничке. Вот. Поэтому это очень непросто действительно находиться в молодежной среде и пытаться что-то им нести, потому что гораздо проще быть в уединенной комнате где-то, читать книжки, молиться, размышлять, вот находиться в какой-то вот такой среде более, так сказать, более чистой. Поэтому все время находиться среди молодежи, это непросто. И, возможно, это и не даст своих таких вот плодов, но шаг за шагом, потихоньку, постепенно, может быть, кому-то понравится именно измерян, не священников, конечно, именно измерян, вот кому-то такая тема вот проекции своих духовных воззрений на музыкальное творчество. И я бы тоже этого хотел, чтобы чуть-чуть изменилось творчество молодых людей, напомнилось каким-то содержанием. Тем более тех молодых людей, которые живут в России, у них, так сказать, уже априори по своей ментальности есть вот эта тяга быть Достоевским, так сказать, и копаться глубоко. Вот. Сбросить всю эту мешору лишнюю, так сказать. Ну и тогда заключительный вопрос нашей сегодняшней программы. Слушаем. У меня один вопрос, меня интересует. Правила поведения в церкви и второй вопрос. Как можно пользоваться святой водой прихожанам? Правила поведения в церкви, они очень простые. Если вы не знаете, как себе в церкви вести, вы просто туда приходите, спокойненько стоите, выключаете сотовый телефон. Значит, смотрите, чтобы ваша одежда, она не вызывала каких-то определенных, так сказать, переживаний у других людей, не смущала никаким образом. И смотрите, как другие себя ведут. Если человек культурный, на самом деле, и он не знает, как себя вести, он всему научится. И никому не будет помехой. Вот. И поговорка есть такая. Со своим уставом в чужой монастырь не ходит. Поэтому вы приходите на территорию, где есть определенные правила. Попытайтесь где-то свою самость чуть-чуть прижать и посмотреть, изучить постепенно, что это за правила. А эти правила, они очень органично человеку рассказываются. Во время богослужения, во время того, как другие люди, так сказать, себя ведут, когда крестятся, когда есть определенные, там, может быть, поклоны, что там происходит. Все это становится понятно, было бы желание. А если человек ничего не знает, пришел. Смотри, как другие себя ведут. И главное, сообразно со своими, так сказать, нравственными чувствами и воспитанием. Остальное все приложится. Что касается святой воды. Очень коротко. Значит, святая вода – это великая святыня. По-гречески агиасма так переводится – великая святыня. И хранить ее нужно, безусловно, в чистом каком-то сосуде и желательно в темном месте. Потому что на солнце вода любая, она, в принципе, может свисти, может зеленеть, портиться. Поэтому старайтесь относиться к ней как к святыне, с благоговением. Вот это самое главное. Принято у нас натощак воду пить. Там можно кропить помещение, дом, родных, близких. Но главное, чтобы был чистый сосуд, в котором она хранится. И, соответственно, чтобы он стоял в темноте желательно и с благоговением натощак. Вот основные правила. Если у вас там банка пустая оказалась, но ее нужно вытереть как-то, чтобы в канализацию не пошла. Начнете мыть, все пойдет в канализацию. Или вытереть полотенчиком. Если пластмассовое, можно отвезти в любой... При крупных храмах есть печки, где сжигают подобного рода какие-то вещи, которые нельзя на помойку выкидывать. Это тоже элемент благоговения какого-то. Вот если осталось... С прошлого года, например, набрали воды. Обычно все равно в доме хранится маленькая там баночка. Ну, у кого-то, я не знаю, большой может быть. Вот вода осталась. Привезли следующую. То есть год прошел. Куда? Что делать с этой водой? Ну, можно покропить дом. Понимаете? Один раз, другой, третий. Пятый, десятый. Ну, если вылить, то, наверное, в непопираемое ногами место. Как вот обычно принято в церковной практике. Какие-то вещи, так сказать, связанные со святыней, святостью, как икона у вас есть какая-то, которую вы не знаете, куда девать. Ну, или в храм отнесите, там разберутся. Или где-то там в лесу, или где-то там в реку можно вылить, где, соответственно, чтобы чистая была река. Ну, не в какой-то болото или в ложу. Не попираемое ногами в лесу, где-то что-то еще. То есть ни в коем случае не в раковину? Нет, в раковину это пойдет в канализацию. В этом контексте здесь тоже можно сделать вывод, как у нас, ну, чебоксарские собрались там воду освещать в бассейне. А почему из них никто не подумал о том, куда она дальше-то пойдет? Вот когда там откроют ее, всю ее до конца, что ли, выскребут и возьмут. Ну, в этом году даже было такое, что сказали, что вода водопроводная, она ее осветили. И вот сегодня в ночь, там, и весь день, 19 января вы можете мыться. Это неправильно. Она светает. Но это было объявлено вот вполне официально. Я не знаю, из каких источников это все пошло. Боже, может быть вообще. Ну, вода святая становится там, где совершается молитва, призывание Духа Святаго и освещение этой воды. Вот там эта вода, можно сказать, что она святая, освященная. Вот. Поэтому лучше, конечно, чтобы это было связано с церковью. Понимаете? А так человеку и в церковь ходить не надо. В ванную залез, душ включил, все, осветился. Каждый вечер, там, всю неделю. Ну, так говорили. Ну, это достаточно далеко уже такие воззрения от благочестия. Потому что человек по своей лени и каким-то еще, так сказать, незнаниям, он себе придумывает, как было попроще, как было полегче, и там не надо очередь стоять за водой. Я схожу в ванную к себе, душу включу там и так далее, умоюсь просто утром. И все. Слава Богу, замечательно. Ну, надо еще, конечно, какие-то свои силы приложить. Ну, и чтобы просто быть уверенным. Понимаете? А так он до конца совесть, она подсказывает, ну, что-то здесь не то. Понимаете? А лучше, чтобы все, так сказать, сердце подсказывало, что все, вот это правильно. Вот правильно, традиция есть. Быть на службе, на крещении, прийти, взять водичку с крещенской службы. Все, взял, домой принес, хранишь, и душерадостно. Все, так сказать, уже это принято и в традиции, и в церковных, так сказать, установлениях. А про бассейн там ничего не написано, никогда не было, понимаете? Спасибо большое. Вопросов было действительно очень много, вопросы были сложные, интересные. Надеюсь, что кто-то обратится при личной встрече за уточнениями, если они у них, вопросы эти возникнут за дополнениями. А я хочу поблагодарить сотрудников Национальной библиотеки, которые приняли активное участие в записи и подготовке передачи «Духовная жизнь». И хочу напомнить, что в фондах Национальной библиотеки имеются уникальные издания. Я думаю, что зрителям, которые смотрят передачу «Духовная жизнь», будет очень интересно с ними познакомиться. Национальная библиотека Чувашской республики и библиотеки Чуваши получают очень интересное издание, которое называется «Православная энциклопедия». Это издание прихожане могут получить в библиотеке. Это справочное издание. Если у кого-то есть очень много вопросов, обратившись к этому изданию, они могут здесь на все вопросы найти ответы. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи в эфире Национального телевидения Чуваши. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!